К другим темам. Будут быстрее искать потерявшихся. С помощью нового мобильного приложения пропавших детей можно будет найти в крайчайшие сроки. С помощью приложения Яндекс пользователям будет приходить пуш-сообщение с данными и фотографией ребенка. Подробнее об этом не только в обзорном материале программы. Возродить звание мать-героиня. С такой инициативой обратились к президенту страны депутаты Госдумы. Возвращение этого звания, по мнению парламентарьев, должно подчеркнуть особую роль матери в российском обществе. Звание мать-героиня предлагается давать женщинам, воспитывающим 10 и более детей. Депутаты уверены, что эта награда будет являться дополнительным фактором улучшения демографической ситуации в стране. Напомним, звание мать-героиня появилось в 1944 году и почти за полвека существования им были удостоены более полумиллиона российских женщин. В последний раз звание мать-героиня награждали женщин в 1991 году. Найти пропавших детей в кратчайшие сроки можно будет с помощью мобильного приложения. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям ведет переговоры с Яндексом о заключении договора, в рамках которого пользователи приложения будут получать специальную рассылку о потерявшихся несовершеннолетних. Пуш-сообщения будут приходить людям на смартфоны там, где предположительно пропал ребенок. В них будет содержаться информация о месте, где пропал малолетний, фотография, данные и особые приметы, а также телефоны, по которым можно обратиться. Инициаторы считают, что с внедрением такого приложения скорость поиска пропавших детей возрастет в разы. Производители биологических добавок хотят обязать проводить клинические испытания продукции. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы России. Парламентарии направили в Минздрав обращение, в котором попросили тщательнее регулировать допуск БАДов на рынок. Отсутствие контроля, утверждают депутаты, привело к тому, что производители стали добавлять в биологические добавки лекарственные препараты, не указанные в составе. А это может нести реальную угрозу жизни и здоровью людей. В Министерстве здравоохранения заверили, что обращение рассмотрят.